здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал невероятные животные в летописи чудотворца дмитрия ростовского значит на вчерашний ролик вот так он называется черная флешка наги или люди змеи подписчики прислали мне огромное количество комментариев кто тут чего много кто чего заметил очень интересной инфы мне прислали по этому поводу ну и значит как всегда пришли комментарии как сказать неверующих или осуждающих меня которые пишут мол что ты нам тут за дерьмо какое-то прислал давайте я вам значит покажу один интересный сайт который рекомендую вам посетить здесь как раз таки автор собрал всех вот этих вот нагов змеев все в одном посте предлагаю зайти значит вот на вот этот вот сайт ссылку оставляю александр александр колтыпин земля до потопа вот это на youtube канале у нее есть и вот такой вот и он и сайт обратите внимание здесь вот тем всякие разные есть исчезнувшие обитатели земли потомки смешанных браков происхождение богов и людей боги и божества древние знаки исчезнувшие континенты и цивилизация остатки исчезнувших цивилизации великие катастрофы значит рекомендую давайте вот самого первого начинаем виевич и горыни виевич и змеи люди из славянских преданий вот значит перед тем как зачитать вам летопись дмитрия ростовского вы вот это вот все посмотрите то есть во всех народах есть упоминание вот этих вот самых змеи людей или нагов вот обратите внимание везде везде индия китай япония корея мая практически по всей земле у всех народов есть вот упоминание вот этих вот змеи людей видите да сколько он тут их собрал огромное количество все об них видите да сколько так давайте первый зачитаю славянское то что как славяне об этом деле писали веевич и горыни горыни вереевич были детьми вия сына черного змея чернобога или кащея бессмертного вот тут славянские предания пожалуйста кликабельно можете перейти и посмотреть что тут расширенно будет писаться повествуют о том что веевич и обитали под землей а именно под уральскими кавказскими горами и возможно на русском севере правда отец вия чернобог раньше жил на земле но затем был низвергнут в пропасть после поражения его племени или расы в битве со светлыми богами опять таки вот светлые боги кликабельно во главе с верховным богом сварагом или богом огня Семарлом сыном сварага в результате который был разрушен первый мир в котором еще не было людей читайте дальше опять ну и вот наги вот тут полубожественные демоны ну не буду повторяться это вы все можете посмотреть в моем ролике там тоже огромное количество информации там оставил проект про это дело давайте значит с вами перейдем непосредственно к летописи вот так вот она выглядит летопись и живосвятых отца нашего дмитрия митрополита ростовского чудотворца сказующее деяния от начала мира бытия до рождества христова собранное из божественного писания из различных хронографов и историографов греческих славянских римских польских еврейских и иных видите да даже славянские есть то есть из каких-то то есть были книги какие-то вот об этом деле с присовокуплением благоугодного жития его святителя духовной грамоты келейных записок гравировального его портрета вторым тиснением с настоящего подлинника писано собственную святителя рукою издал васи василий соликов так ну давайте перед тем как зачитаю об этих интересных животных которых он тут вот отписывает я вам кое-что тут в начале зачитаю вот 3 тысячи 8 100 лет деяния по кончине ноевой сын и его внуки и правники еще во оной армии армянский восточной стране при горах арараски жиша довольное время та же егда раз расплодишася в толикое множество вот видите да каким языком тут написано поэтому прошу меня извинить значит буду запинаться где там ничего не так вот прочитаю можете сами открыть и сами прочитать читать конечно трудновато ну довольно таки сносно можно разобраться так ребята вот тут вот место интересно яко же бо бо прежде потопа да нель же бе в живых адам и сиф да толь сынови божий племя симова по именовании своем и жизнь свою провождаху угождающий богу яко сынови отцу умершу же адаму и сифу сынови божии сотвори и шася уже не божии но сынови супротивного при многие беззакония вдавшиеся то есть что-то тут вот неинтересное место то есть какие-то эти адам и сиф умерли а какие-то сынови супротивного уже не божии создались а понятно да так поехали дальше короче речь здесь идет как они строили эту башню значит вавилонскую и значит так на них бог разгневался что вот но значит что он с ними сделал так не то чую же размести господь человеком языки но и красоту образа человеческого мам во многих племени и и и едва подобие человеческое в тех оставил произойдоша б от стол поиздателей гневом божьим сметенных различные злообразные родове яковыродки естества человеческого полузвери и получеловечие они же мало не не что здесь скажем в первых обретошася на различных местах в горах и пустынях подобие человеческо имущий диво глаголемые люди лесные со зверьми живущие зовомые сатиры нази косматы им же ноги козьи и на главах роги суд же толь скорый яко ничто же от животных достигнути сатира может разве егда не дужен будет или состариться ох ё-моё и подоны или и по кентавры имущие главу человеческую и перси прочие же все тело коню подобно четыре ноги и ошиб и мучо а тех обоих человекоподобных дивах обретается в житие преподобного павла февейского писано яко егда антоний великий пойде во внутреннюю пустыню взыскать и угодника божия павла бывшему великому в полудни зною изнемогавший старец телом но не измогавший духом не от приятого возвращающегося в пути аще же и неведоми идти там а обычай крепляется и глаголище веру боговы моему яко покажет ми раба своего его же обеща показати и не и не по мнозе узре человека коню подобно его же стихотворцы и по и по кентаврам нарицают того видев спасенным креста знамением вооружися и и дерзности вопросе слышь ты в коем месте раб божий обитает то есть я так понял что этот короче искал он иисуса христа понимаете да какое дело то описывается не какие-то там доисторические тысячи сто миллионов лет назад а дело то вот всего лишь даже по этой официальной версии 2000 лет назад так в коем месте раб божий обитает зверже приконився о словесе святого и немогий глазом припщать и рукою показавши страну вкую к божию рабу и тип потребно и бежа скорым течением от антония преподобного чудиша же ставить звери того взору и идя во страну ама же звер рукою показа ему пришед же на некая на некое каменное место узре иного зверя и же быть то такожи человече подобия до полу прочие же части тела его зверские ноги козлия и роги на голове его же зрению удивився старец верую несумненную вооружен сый без страха вопрощащий глаголя кто кто есть и ты зверь же овощи финиковая на пути ему аки залог мира принося глагоши смертен есть азм един от живущих в пустыне их же языцы с заблуждением помраченным сатирами нарицающие между боги своя почтоша послан же есть от стада моего молите тебя да у нас общего владыку молите его же в мир пришедше по знакам и во всю землю изыди вещания его такова и когда зверь вещая утружденный пустынник а мочащий лицо свое если слезами от радости радовавшийся бог о христовой славе а пагубе же сатанинстый в купе и чудящийся яка сатировал речь разможе разуметь и и жезлом землю ударяя глаголе горе тебе грады александрия и жив бога место туды почитаете горе тебе грады блудный он же от всего мира бесовы собращайся ки ответы мати дати яка зверь христову силу исповедует ты же лесная страшилище аки боги чтишь сия святому глаголищу зверь бежал в пустыню о том зверь да никто не помнит бытий наверно за ней и при царе константине таков подобие человека зверь нарицаемый сатир жил в александрию приведен был и великое всему народу удивление и даже издеши тело его дабы обе согниет солью осалиша ну то есть засолили его и в антиохию к царю да от него ведомо будет послаш послаша андрогины или и гермафродиты ну то есть я так думаю гермафродиты ты каждого обоя естества имут женское мужское и женское соса им десная мужская а левая женская аримаспи еди на токмо оклеп посреди чела имущий им же непрестанная брань с грифи о бисери и злати ну то есть грифоны какие-то в бисери и в золоте ежебу грифы в горах ископают то аримаспи нуждаю от них отъемлют астромы в концах индийских обретающиеся усть не уст не имеющий отнюдь не я не едущие ну то есть не едят не пьющие только нас 3 уханием от благовония овощного живущие то есть нюхают и от этого они значит сыты то боим питание еще обонять и овощие то нефи им же толь суть великие ушеса ну ухи большие яка все тело ими покрывают короче ухи на все тело невры иже применяются на время волка и едят коего уловят человека пигмеи человеки малый яка на един лакоть на индийских горах жительствуют недолголетные жены боих в пятое лето рождают во восьмое же состареются те пигмеи на овнах и на козлах ездят и из луков малых стреляют имут же брань с журавлями за пищу яка журавли изъедают я же пигмеи посеют чесу ради во время весны те пигмеи собравшиеся великим полком идут с оружием своим на берег моря океана близко его земля их и ищут гнезд журавлиных и поедают яйца их и птенцов да не умножившиеся журавли преодолевают их циклопы или велетни их же жилищу быть в сицилии под горою этною стихотворец еленский вергилий воспоминает их же сказуют яка же и аримаспов едино токма около в челе и мете мантикоры во индии имущие главу и лицо человеческое прочее же все тело любого ну то есть лев с головой человеческой в теле же и диск в тех же индийских странах обретаются и иные человекоподобные дива головы и шеи не имущие в раменах же им очи а в перстах устах и еще иные там уже в пустынях человекоподобные рот дивов обретается глаголем и кинокефалы им же пи си главы им же пи си главы ну пи си главы понятно да ребята и скрежетание зубов страшная и кучку дан или пи фиг человеческий от части и мать подобия и многие и поднебесные таковые обретаются дива я же человеческое подобие имут их же всех от естества человеческого от праотца ноя яка же и нас произойти сказует учитель западный августин и же от времени столпотворение красоту образа человеческого и ум погубиша гневом божьим сметенный и сотворяющийся несовершенные человеки по полу звери и страшилища и что дивно егда в последние времена быть подобно тем ново худоносу в вала теридат уже в вепре притворяющийся ну то есть господь бог ново худоноса превратил в вала а три дату в вепре так найдена не а казнь божия но в рождаемых владенцах случается иногда дивом неким бывать и я же еще бы были воспитаны и возросли подобные бы себе чада родили разумеете у боец яко в столпотворении сметенным бывшим людям и многим от гнева божия погубивший ум и лишившимся того благословения ежи родите обычный человеческий плод произедоша от чадородия их таковые безобразные выродки и расплодилися яко же придет прежде потопа от развративших сынов божьих родившиеся злообразные исполины на показания гнева божий и казни ну и дальше значит можете вот тут вот читать очень интересное описание читать трудно ребятам просто поначалу трудно потом привыкните и будете уже читать запросто читайте на здоровье вот тут значит сугубо начинается история церковная и внешне мирская и значит читайте кого чего тут очень интересно все вы тут узнаете то есть это дмитрий ростовский не откуда-то с потолка он брал а все это он пересказывал библию и пересказывал старых историков понятно да спасибо за внимание на этом ролик заканчиваю подписывайтесь на мой канал буду показывать вам много интересных документов до свидания